Тот же самый смысл владения, управления, контроля, подчинения. Поэтому, когда мы говорим по-русски, «Истава аля л-арш», Аллах владеет аршем, а арш упомянут, потому что это самое большое творение, самое великое творение. Если Аллах владеет аршем, значит, он владеет всем остальным. Это как метонимия, когда целое называют своим владением. То есть, Аллах владеет аршем, это означает, там не имеется в виду, что Аллах перешел на арш. Там имеется в виду, Аллах владеет аршем. Также значение «иставля», ученые Аглю Суны, этому слову «иставля» имеется в виду, овладел. То есть, слово «истава» придавали значение, овладел трону. Овладел, властвовал, управлял и так далее. Все эти, в общем, родственные значения. То это тоже приводится от ученых, от муфас. То ар-рухману алал-арш-истава – это значение, что Аллах властвует над аршем. После того, как я вам доказал, что имам Ат-Абр разделил между «истиля», между «овладеванием» и «улювом» и «иртифа'ом», «вознесением» и «поднятием», привел пример для каждого, разделил эти два смысла, и сказал, что более правильное мнение – это «улюв» и «иртифа'а». И привел пример. Такой-то над своей кроватью, то есть, поднялся над ней. Выбрал буквально. Теперь я в шестой части вам говорил, где, когда приводил слова шарицкого имама Аль-Куртуби, к этому же Айту 25-й Сюри Бакара, я сказал, что даже ваш шарицкий имам Аль-Куртуби разделил между позицией имамом Ат-Абари, что он был на том, что это без уподобления и ограничения, и эту позицию выбрал Ат-Абари. И не сказал, что он был на том, что Аллах вознес себя своей сущностью, а не перемещением и одолением. После этого привели со смыслом «истауля», то есть, овладел. И привел здесь стих, тот самый стих, где бичер овладел Ираком без пролития крови, без меча как бы, да. И я вам сказал, что я вам покажу, что это мнение говорит, что «истала» со смыслом «истауля» или «истеля» овладевания – это ошибочное мнение. Это мнение салифы не выбирали. Теперь я вам это докажу. Итак, у нас Тафсир Аль-Багави. 54-й аят, сур А'раф, он говорит, «Сумас Тава Аль-Аль-Арш, говорит, сказали «Мукатиль» и «Аль-Кальби» и «Истакарра», утвердился. И сказал Абу Абайда, «Саада», поднялся, взобрался, и внимание, и растолковали «Муатазилиты» и «Истива» со смыслом «Аль-Истиля» овладевания. А что касается Ахли-Сунны, то они говорят, «Вознесение над троном – это сифат Аллаха, без представления образа», то есть не представляя себе, не углубляясь в это, и обязывается в это верить. Вот имам Аль-Багави четко, ясно показывает свою позицию, что сказать «Истава», что это овладевание – это ошибочное мнение, что это мнение выбрали именно «Муатазилиты», именно заблудшие люди, и никто, кроме них, это мнение не выбирал. Ясно, четко показывает свою позицию, что это мнение неправильное, что это заблудшее мнение. Далее у нас Ибн Кафир и его книга «Аль-Бидая ванихая». Здесь говорит, и как бы начали брать себе в довод джахмиты, этот стих взяли в себе в довод джахмиты на то, что «Аль-Истива валь-Арш бима'на аль-Истиля». Джахмиты начали, говорит, брать себе в довод этот стих на то, что «Истива над троном» со смыслом «Аль-Истиля», со смыслом овладевания. И далее говорит, что в этом нет никакого довода, потому что овладевать тем, чем до этого не владели, а Аллах и так владел троном, а не на седьмой день, как об этом заявляли джахмиты или другие. И ты, говорит, не найдешь худших среди доводов, чем доводы джахмитов, которые уцепили за этот стих христианина, в котором и так не было никакого довода. Далее у нас Ибн Хаджир Аль-Асгаляни и его книга «Фатхульбари» здесь, разбирая слова, те самые слова Муджахида, «Истав Аля-Аль-Арш», который сказал «Аля Аля-Аль-Арш». Помните, мы в шестой части приводили с имама Аль-Бухари раздел «А его трон был на воде», что Муджахид сказал «Аля Аля-Аль-Арш». Не сказал «Истав Ля», не сказал «Истиля», не сказал «Тамана», о котором мы не знаем. Сказал «Аля Аля-Аль-Арш». То есть вознесся над троном, дал определение этому слову, подобрал синоним, говорит, приводит слова Ибн Батталя. Ибн Батталя – это ваш же ашарицкий имам, который сказал, что это вот эта истива, в котором упомянуто, что говорят муатазилиты. Муатазилиты же сказали, что «Ма'наву аль-истиля», что это, смысл его – это овладевание, то есть овладение его силой там и тому подобное. Как Ибн привел здесь тот самый стих, где Бишир овладел Ираком без пролития крови. И далее говорит «Ва каля баалду ахлю сунна маанаху Иртафаа». И сказали некоторые ученые, что со смыслом Иртафаа поднялся. И также со смыслом «Аля» вознесся. Как здесь слова Муджахида и слова Абу Алия Арияхи, которые мы приводили здесь, в Сахих Бухари, в разделе «А его трон был на воде». Далее, раз я уже открыл эту книгу, этот раздел, я уже приводил и от Ибн Кассира, я уже приводил и от вашего же ашарицкого имама Алю Куртуби. И теперь я привожу от вашего же ашарицкого имама Ибн Хаджир Аля Аскаляни, который также подтверждает позицию имама Ат-Тирмиди, который сказал в своем сборнике хадис Абу Гриры, где если вы спустите веревку, она с ней зайдет на Аллаха, говорит «Ва ву аля л'арш» «Он над своим троном кама васафа биги нафсаху фикида биги». Как он сам описал себя в своей книге. И вот еще один имам подтверждает за имамом Ат-Тирмиди эту позицию. И кого бы вы не привели, какого бы имама вы не привели, это мнение все равно будет относиться к джагмитам и муатазелитам. Как бы вы ни хотели, как бы вы ни старались, все равно те слова, которые вы приведете, они сойдутся на том, что эти слова также употребляли и муатазелиты, и джагмиты. И для меня эти люди будут также либо муатазелитами, либо джагмитами. Они с ними совпадут в этом мнении. Вальхамду лилляхи робмил ааламин.